Девушки отдыхают 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 Я вообще искала приключение себе на голову, запрести косички вот эти тузенские. Вышло очень рано, и я пошла на запах арбуза. По большому счету, это такой запах антидепрессант. И я увидела, что лежит девушка, и на нее вот как бы, да, вот как бы вот это все. Начала там спрашивать, что это такое, что за состав. Ничего толком не ответили. Ты по запаху определила, что пахнет арбузом. Я думаю, так. Да, то, что там присутствует арбуз, я сразу поняла. Я еще свои новшества ввела. Петрушка – это антисептик. Она обладает еще омолаживающим эффектом. Да, там антиоксиданты есть. Снимает покраснение также, плюс ко всему. Отечность вокруг глаз в особенности. У нас есть творог. Желательно взять не очень жирный, 5% достаточно. Увлажняет. Питает. Затем у нас идет мед обязательно, но мед очень аллергичный. Вот дочке моей не очень подходит, да, мед. У нее аллергия на мед? Да. На запястье руки нужно нанести немножко меда и проверить. У нас мед и миндальное масло. Защищает, да, нашу кожу от обветривания. А вот давай делать маску, и ты будешь продолжать мне рассказывать. Нагрузи меня, работай какой-нибудь. Да. Конечно, а что? А у тебя тоже маникюр. Ну, мы же девочки, естественно. Ну, давай вот срежем вот эту вот историю. То есть как бы съедаем арбуз? Мы как бы съедаем арбуз, а можно поесть арбуз? Конечно, ешь. Понимаю. Можете попросить? Ты его потри, пожалуйста. Да, конечно. Какую ты выбираешь? Вот эту или вот эту? Давай вот эту. Вот эту. Это сложнее. Конечно. Спасибо, Жель. Я хочу угробить твой маникюр. Так. Вот. Затем мы берем три веточки петрушка. Ну, это твое личное усовершенствование, да? Ну, это на самом деле мне подсказала мама. Угу. Я не смогла до конца узнать, в принципе, что у них там было намешано, у этих туземских девушек. Но поняла, что арбуз там есть. И я поняла, что вот эти ингредиенты, которые мы только что назвали, они совместимы. На такое количество корочек, на две небольших, три веточки петрушки, да? Да. Мы нарезаем очень-очень мелко, это всегда. Жечка, а ты кроме вот масочек что-то готовишь или дома не готовишь сама? Я готовить люблю, но готовлю очень-очень редко, но метко. Но вкусно, да? Готовлю вкусно, но всегда говорю, что, может быть, так думаю только я, что я вкусно. Может, мне врут, что я вкусно готова. Нет, ну не могут же все время врать. Когда ставишь, знаешь, вот так вот, вот так вот, ну пробуйте. И смотришь. Ну как? Огорчаешься или сердишься? Я огорчаюсь, наверное, уже в конце, а сначала сердюсь. Да? Да, сердюсь. Ну ты мне очень не похожа на человека, который может рассердиться, вот кричать на кого-то. Что? Нет, я могу рассердиться, это, ну как и все нормальные люди, я могу сердиться, это нормально. Но обязательно кто-то найдется, кто спровоцирует меня, потому что я очень открытая по своей сути. Я уже натерла, вот если правильно получилось. Очень красиво. В детстве я, кстати, иногда ела вот такие вот. Ну это хорошо пахнет. Хочется каждому подойти, дать понюхать. Вот, затем. Используем все 100 грамм творожка. У нас получается где-то 2 столовые ложки натертых арбузных корок, 3 веточки петрушки, это где-то чуть больше чайной ложки получилось. И 100 граммов творога на это, да? Да, и 100 граммов творога. Давай. Я вот, вы знаете, вот некоторые мешают ложечкой, а я предпочитаю все делать, вот что касается меня, вот, да, я предпочитаю делать все руками. Так, у нас еще есть мед, достаточно 1 столовой ложечки и 1 столовой ложечки масла миндального. Но это не столовая, мы немножко побольше, да, как бы 2 такие положим. Ой, щипет, знаешь, от меня кутикула прям щипет. Работает масочка, работает. Работает. Давай я немножко ложкой помешаю, ну просто как будто бы я, да, а вот салфеточкой, если что, как будто бы я тоже делала эту маску. Вот получается она такой консистенцией, да? Да, но ты знаешь, дома лучше вообще это все помешать миксером, вообще, вот просто измельчить. Накладывать нужно эту маску, не только за личиком нужно ухаживать, а и за декольте, да, за шейкой. Вообще, в принципе, возраст выдает, по большому счету, шея. Руки тоже. Руки очень выдают. Лицо бывает ухожено, а шейку открыла. Это нужно все наносить обязательно на распаренное личико. Ну это то есть над настоем трав подержать немножко, да? Где-то да, ну да, да. Держать ее нужно где-то обязательно 10, лучше 20 минут. Тогда вот, в общем-то, поры раскрылись, все, да, почистилось. Да-да-да, ты красиво показала, вот именно так, да, вот это вот все. Внутри улыбнуться. Кстати, маска-маска, а нужно еще настроение. А душа поет. Да, и душа должна петь, потому что вот какую бы мы маску не делали, да, на лицо имеется в виду, там, витаминную, но если мы грустные, если внутри мы не улыбаемся, даже если нам очень плохо, то, в общем-то, ничего не сработает. Вот это, знаете, вот я пришла вот, ну, допустим, как, включай свое внутреннее солнце. Допустим, да, я уже, как бы, в креме, я уже маску сегодня делала, и в пудре, да, ну, вот, представь себе, я встала к тебе так. Ну, никакого. А вот, вот, раз, и внутреннее солнце. Как часто нужно делать эту масочку, чтобы был эффект хороший? Ну, вот, чтобы был действительно хороший эффект, нужно обязательно, вот, соблюдать, вот, правильный режим, должен быть режим. Это нужно делать регулярно, три раза в неделю. Важное, то, что маску делать нужно регулярно, в хорошем настроении, и вспоминать в этот момент, как Женя Власова пела «Во все буду добрым» про ветер надежды. Ветер надежды, теплый и нежный, и бегу я по волнам, к солнцу и свету, следом за ветром. Я лечу на крыльях сна. Увы! О юна-лина-лина-лиле! Увы! Продолжение следует...